всем привет я донис и мы продолжаем проходить файнал фэнтези windows edition я только что оружие подобрал наглянуть вручная гроом нифига себе двуручная давно у нас было не уже старенькая 345 вот это сразу урон солидный становится лучше жизни увеличивает значительный защиту от молнии до уебы урон на зверски мы еду хороший селе так и гладиус он тоже остается может было ему дать но теперь имеет смысл использовать двуручный меч уже нашел какую-нибудь редкость погоди мы же только пришли редкости на дороге не валяются на плане ритм да круто это ерунда ног ты был великолепен конечно это эти атаки в воздухе круто выглядят как не крути это вход в пещеру так что это мальмогриб что иги я придумал новый рецепт я готов продегустировать уверен что это можно есть это ручей тут журчит по-моему целая река может еще и удочку успеем вот да 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 не стоит а то мы не только удочку но и все дела забросим такое бывает вот это жахнул иди разберись ух ты блин ну промка чё почему-то не могу базар сделать ах ты не плотно ерунда что нравится мощно просто голове помутилась ирис ты цела конечно а ты ногт у меня все в норме все равно не понимаю почему пром то себя как-то ведет слишком пассивно я думал будет и так заигрывать с ирис было бы прикольно логично он бы заигрывал а гладиус бы его останавливал было прикольно блин темнота шиза по сторонам щитарец эти руны я знаю это знак разобьем здесь лагерь предсказатели потом можем отдыхать можем идти дальше тебе решать ногт а открой глаза закрой рот победа победа придет когда мы все будем в безопасности так а что они про руны говорили ух ты ну это лагерь можно в принципе поспать до утра а у нас еда хорошая нет пока действует еда спать мы не будем добрались можно просто подождать до утра потому что в такую ночь ходить не очень а блин еда-то закончится нет в любом случае еда закончится вряд ли мы пройдем дальше нас затянет на самое дно будем идти вверх по течению у меня трусы промокли очень надеюсь что от воды все понятно туда никак а странно даже диалог какой-то начали как он так поднялся стрэнч следите следите чтобы вас не утащило течение не уверен что моя обувь это выдержит не дай течению себя утянуть кинжалы дельта тут топовый лут походу сделала сейчас посмотрим Игнис зацени-ка кинжалы да офигенные что там гаргона так надо джи использовать ну давай как насал она холодна вставить вставить больше уйти не может подопад это колесо вам полезно всем подопадом то вряд ли не меня шоу мы их неплохо порезали еще не все бес да ты ж сейчас она затмение сделает ну-ка ну это затмение просто по роже хрясь с ноги такая хрупенькая девочка улыбающаяся хрясь с ноги просто жесть ну-ка ну-ка сэксиров небось куча так проход у нас вот здесь вроде как а вот все здесь очень мило на твоем месте я бы особо не расслаблялся это верно мы все еще в лесу ух ты а такого убивали как раз не вышли все я уже не очень рад меня это не удивляет то зачем мы берем брандаш мы кора боже мой что за название продаж мы на получаю продаж классно в воздухе воюет вообще послепим ты попробуем жахнуть этим мечом ох хорошо хряпнул ничего личного вот так вот себя но кто-то себе удивляюсь а меня удивляет твое самомнение а меня если честно удивляет то что мы вообще выжили ну дымок идет мы его поджарили это какое-то оружие молнии бьет не нашли меч двуручный круто королевская усыпальница если я не ошибаюсь мы сейчас получим новое оружие крутя так то у нас получается уже сколько там уже 5 из 13 почти половина то есть 6 возьмем почти половина будет неужели мы полыгры прошли что-то мне не верится ногт тебе стоит на это взглянуть это здорово так чё пой пошли внутрь усыпальница праведника интересно какое оружие будет кинжалов по моему не было что это скипетр так остальном все типично ничего особенного так хорошо по лесу погуляли а несмотря на промокшие носки осиные укусы это шкатулка вы изголовье ладно не будем играть надо посмотреть нас мечи странника стоят так одни плюсы между прочим магией защита от крылышек не у нас лучше так все пойдем отсюда а чё нам не предложили вернуться к началу или мы можем телепортнуться к машине банально вернуться ко входу с меня хватит реально так мрачно небо зеленым отдают вернуться к машине нельзя отсюда очкова у нас же есть чокова полегче нельзя подвергать жизнь ирис опасности надо подождать до утра ух ты а еда в курсе что еда пропадет от этого ладно да где-то переночевать лагерь вот тут у нас есть и рецепта блин и так вообще топовая мы с ней просто вырезаем всех у нас тут тоже добрались неплохие варианты есть надо начинать готовить ужин а я тебя помогу а будет какой-то бонус от этого может новые анимации кить кстати вот это хорошая штука опыт увеличивает можно взять ничего себе секретный рецепт кенни сколько икры там филе ванадского лосося надо так надо опыт увеличить вот это сидим метеоритный сэндвич с ветчиной 10 метеоризм не приводит чукоба овощи метеоризм не показали как ирис помогала так будет уровень как минимум у игнеса и промпта а вот это неплохая я знаю мне тоже нравится круто да это же это же что ничего показалось ох но прекрасно ехали они в пятером спали в этой палатке да уж приехали так я получается рыбное место здесь не нашел она тут должно быть доброе утро готовы к подвигам прекрасное место надо быть сюда еще вернуться как-нибудь погостить маленькой так прекрасный ракурс получается вы наверное хотите отплыть как можно скорее пожалуй завидую вам мы же не на каникулы едем ну тоже верно ирис что-то не так да нет все нормально не подумайте что я завидую просто просто мне с вами так весело но в кайме все это закончится ты о чем это ирис мы же всегда можем тусоваться вместе верно да что неплохо пятером круче да и веселее давай остановимся на секунду зачем это водителю нужно иногда отдыхать как скажешь интересно почему никто раньше об этом не думал потому что раньше с нами младшие сестренки не ездили все круто они сделали реально ощущение длительной дальней поездки время от времени останавливаемся делами занимаемся а в памяти все останется как будто какая-то такая длинная поездка офигенно побережье лейрити тесновато было извини за доставленное неудобство спокойно я же просто шучу я не виновата что ты не помещаешься на заднем сиденье чё он спереди не сел от пром то может было назад но он не допустит чтобы он рядом с ирис сидел так красиво все любуются говорят леди лунафрея остается вальтифием а ей там не опасно ведь аккорда имперская территория слыхал новости кто-то разгромил имперскую базу ребята из люциса командир базы теперь в больнице уже осталось немножко совсем ладно поехали дальше тут особо делать нечего вперед конечно здесь как будто пахнет солью это морской бриз мы же на море как тут красиво идеальный кадр еще не раскрылся весь кадр сейчас выйдем на побережье я думаю будет вообще ох залив смотри какой прекрасный вид да это похоже на сон только не вздумай отрубиться да маяк обалденно ух ты смотрите какой мост вот это конструкция реки здесь широкие так что мосты длинные проверим насколько он длинный не хочешь посмотреть на что да конечно мы добрались реально офигенно просто офигенно да сумасшедшее место надо спуститься отдать дань уважения этому месту отдать дань уважения это значит кого-то убить крокодильчики да цвет изумитель да цвет изумитель кто он плюется еще та да 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 действуй они не знают кого хор comic и не говори ха неплохо бромка на а вы на планиato а а С фейерверком выиграли. 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 Спасибо за поездку. С фейерверком выиграли. Так, что-то тут интересное. Какая-то съедобная рыба золотая. Обведена в кружок, значит золотая. Что-то там большое такое снизу. Поехали. Ух ты! Это что было? Будет непросто. Ой, непросто будет. Леска-то у нас хиленькая. На морскую рыбу надо леску другую брать. Полегче с леской. Как он? То в одну сторону, то в другую. Посмотри, какая здоровая. Чуть-чуть осталось. И лески чуть-чуть осталось. Кто же кого? Полегче с леской. Да блин. Все, победа. 144 единицы. Ну ладно, нормально. Круто! Получается все лучше. Это... Кто это такой? Приливный группер. 16 килограмм и одной рукой держит. Он накачался. Молодец. Ты еще долго будешь там стоять? Поменяй леску, пока не поздно. Так, леску надо поменять. Это он прав. Китовый ус. Сколько там всякой рыбы. Как там групперы эти здоровые. Здоровенные. Какой-то морской черт взял. Сколько будет весить? Это что еще за рыба? Ух ты. Смотри. Две руки. Это хороший знак. Вау. Полосатый парамунди. 12 кило. Громадина. Посмотри, какая здоровая. Да уж. Представление начинается. Группер сейчас будет. Ох, он ядреный. Здоровенная клюнула. Ха. 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 все так посмотрим я думаю вес будет больше 10 кило двумя руками чё там тяжелый лошкин код 26 килограмм карл это самое тяжелое что когда-либо ловил наверное 26 кило до переливный группер куда давайте включим свет давай вообще что этого на вытворяет фух взял ну очень сложная была смотрят рыбина красавица медный алуральский сибас всего 7 килограмм молодец но это жесть была молодец чувак крутяк ухты смотри сколько 22 300 но не рекорд громадина посмотри какая здоровая так ладно все достаточно три часа у нас поспим сейчас до утра прокачаем готовку заодно и внизу спал крей добрались я уже отрубаюсь то же самое будем готовить нам нужен опыт окорок из гиги последний остался не так уж и много опыта заработали рыбалка больше не прокачивается это конечно обидно какая милота боже мой просто чудо не кадр прелесть стильная как и всегда ничего особенного так секундочку и это вот это женщина появлялась как там из дженте она и даже не видел интересно интересный кадр дальше сплошная рыбная ловля ладно поехали поехали так там еда вам была какая-то собрать а наверно моллюски опять есть что и я придумал новый рецепт жду не дождусь это попробовать крутяк странно что он только сейчас его придумал что же находили эти моллюски или это другой моллюск а это просто клейнский моллюск а тот был темный окей красиво на этих скалах ну это очень похоже на лавовое отложение ладно к машине поехали вперед конечно уже почти на месте значит готовкой занимаешься только ты да клади ты что не помогаешь ну ок ну иногда это когда я помогаю всегда накрываю на стол ну и порядке тут у вас ребята как у засветить ехали фронт спасибо что подвез и гнис пожалуйста скоро я снова увижу дал кота знакомый грузовичок стоит запастись зелиями и всем прочим из молота да даже от тебя иногда бывает толк это что значит иногда у нас зелий по-моему дофигища смысла покупать не вижу денег хотя дофигища тоже обычное зелье купить ну всяких хороших других так что здесь есть как интересное усиливает атаку купим две штучки силы защиту магическую защиту пусть будет магическую атаку ну тоже клешня королобоса в дело розовая креветка надо купить новые наживки коралловый черт морской черт изысканный кошачий корм изысканный кошачий корм который стоит дороже чем еда для людей но нравится даже самым изыскательным кошкам 20 тысяч это типа прикол да окей сборник рецептов супер повар выпуск 4 Виннис обрадуется до встречи есть что я придумал новый рецепт жду не дождусь это попробовать что-то из королобоса и все один только рецепт окей красотища впечатляющий маяк поднимемся наверх там наверное красиво хоть и ветрено так можно первую цепь ходить странно что нет места для фото какого-нибудь вот она стоит я знала что это вы звук этого движка ни с чем не спутать да ты настоящий спец прощаться сирис спасибо за поездку было весело как корабль дедуля с ним возится наверное он еще не скоро закончит кораблекрушение свое время ему досталось как следует что-то можно починить что-то нужно менять капитальный ремонт не волнуйтесь дедуля никуда не уедет пока не закончит но запчасти из воздуха не сделаешь я как бы надеялась что вы меня выручите мы в твоем распоряжении если честно у нас уже есть пара работников дастин и моника они классные им удалось собрать уже почти все что нам нужно на гвардейцев можно положиться проблема в том что они никак не могут найти минерал под названием мифрил в этих краях он встречается довольно редко по крайней мере так говорит этот парнишка из города дал как точно он такой умница он вам про это дело расскажет куда больше чем я обязательно у него спросим мифрил а мы разве не находили мифрил прелесть боже мой дедуля там в доках прошу прощения но я беру инструменты и сваливаю мне за гаражом следить надо принц ноктис наш дом вот здесь иди сюда опасность край обрыва не мусорить произведено бассейне реки резарат сушеные и оске зеленых дорожек и машинка вдали едет милота он вот пусть под Что это за креветка там? А на нее нам по-моему задание могли дать Но еще уровень низкий Реально креветка Вау Читаем Каимский мыс Возвышенность, в которой открывается Величественная панорама Сиджейского моря Помывающий под ножни мыса океан Соединяет Люцес и Аккорда В прежние времена по нему проходил важный торговый маршрут Когда отношения между двумя государствами спортились И на континенте объявились демоны Обслуживать маяк, помогавший кораблям найти путь к берегу Стало проблематично Вскоре его огонь погас навсегда Когда-то этот мыс имел дружелюбный и гостеприимный вид Но теперь он выглядит холодным и покинутым Изредка на прибрежной парковке останавливаются фургоны Как правило, в них сюда приезжают лихие рыболовы Надеющиеся поймать крупную рыбину Или голодные охотники, которым хочется перекистить чем-нибудь соленым Все остальное время на мысе не встретишь ни единой живой души Грустно Да, здание совсем запущенное такое Обветшавшее до беспредела Синди, наверное, уже сказала Что для ремонта корабля нужен особый редкий минерал Мефрил Помнишь водопад? В дневнике дедушки я прочел, что к северу отсюда у озера есть какие-то развалины И что в развалинах есть мифрил Дедушка писал в дневнике самые разные вещи про самые разные места Насчет озера Я почти уверена, что он имел в виду Весперпул Я попросила Монику разузнать про это Она сказала, что дорогу, ведущую туда, перекрыли им перцы Так что лучше будьте готовы ко всему Ну, что делаем дальше? Да Подготовка готова Я думал, мы поплывем сразу куда-нибудь Ну ладно Так даже интереснее Я попрошу вас разобраться с этим корабельным ремонтом без меня А почему? У меня кое-какие личные дела Хм, похоже он хочет недолго уйти в одиночное плавание Может Ирис вместо него пойдет? Что ж, удачи Ты все равно уйдешь, раз решил Да уж, ты меня хорошо знаешь До встречи, парни 600 опыта, окей Диалоги такие простые Самый лучший вариант всегда сразу выбран уже Стоит посередине Гладиолус вышел из отряда Может Ирис нам дадут Без Гладио тяжело будет Это уже было, но Чуть другой ракурс Сохранен Блин, красиво Хе-хе-хе Милота какая С брательником Ты смотри-ка Тут сзади сфотографировал Тут Что это за существо Слева Блин, прикольные кадры На них какие-то такие элементики Надо все время рассматривать В кадрах этих намеки какие-то бывают Оооо, неплохо Ром-то все-таки молодец Глава 7. Путешествие втроем Чтобы отремонтировать старый корабль короля Региса, требуется редчайший из металлов – мифрил. Опираясь лишь на смутные намеки, Ноктис и его друзья отправляются к развалинам из севера Клейна. Кстати, тут Луна Фрея даже красивше выглядит, чем в графическом мультике. Там она как-то старше оказалась. Несколько дней спустя. Опять в дороге. Путешествие втроем, тролляйтесь в Стылевскую рощу. Блин, втроем. Что за звук? Стоп, а как же... Имперские блокпосты? Они просто распахнули ворота перед нами. Словно только и ждали нашего приезда. Это ловушка. Если кто-то и ждет нас, так это точно тот хмырь. Канцлер Изуния. Если он нас впустит, то я не против. А кто гарантирует, что он нас выпустит? Не говоря уже о том, что нас стало на одному меньше. Как жаль, что маршала нет с нами. Это да. А куда он делся? Насколько я знаю, он временно перестал обыскивать усыпальницы и примкнул к охотникам на особо опасных зверей. Нет покоя бессмертному. А где, кстати, Никс? Там же был главный персонаж этого мультика, Никс. Куда он делся? Я надеюсь, мы его встретим еще. Харизматичный дядька. Обалдеть. Так. Все на выход. Так, так, тут какая-то пещера там должна быть. Пройдемся для разнообразия. Ну и тут собрать что-то надо. Попробуем врагов призвать. Пошли! Никого нет. Наверное, если рядом, а не где-то. А блин. Ух ты! Так, а мы же проехали это как раз. Надо их там наказать. Мы должны быть вдвойне осторожны. Точно. Мы же без глади. Ты! Так-то! Вот и приятно. Пошли! Согласен. Не, ну серьезно, это же вообще офигенски красиво. Да. Куда карта показывает идти? А, карта еще показывает далеко. А, вот мы где находимся, кстати. Тут были другие задания, между прочим. Сейчас посмотрим. Что у нас написано? Бассейн реки Ризорат. Вот, доблестная регалия. Улучшение для регалий. Поехали на птички. Где там мой верный птах? Полегче. Какие-то новые деревья интересные. Его сняли с машины и выбросили. Сейчас поищем. Спасибо, что подвес. До встречи. Отхода начинается. Отхода начинается. Шипалиск? Это типа как Куралиск? Игнис! Соберем силы! Отключай! Ага! Цыплят бить будем? Что за жесть вообще такая? Шипалиск? Отойди! Будем играть по плашам! Кромко! Все-таки у него шарики за ролик и заняты. Кромко! Сейчас будет светло! Светло! Ух ты! Эти петухи еще блюют. Нет, у него не очень. Это из-за ядра просто супер! Ну да! Наверное, какой-то таксин. Блин, разворошили курятник. Теперь непросто будет. Пощады не будет! Игнис! Попробуем, посмотрим. Все по местам! Я здесь! А что, он здоровье не восстанавливает? Мы справимся! Не расслабляйся! Я, кстати, ядреный. Ай, блин, не нажал. Ладно, все. Все. Есть! Что? Я придумал новый рецепт! Всех петухов перебили. Мясо птицы свободного выгула с рисом. Свободного выгула? А, тут хвост, как у ящерицы. Ну да. Не совсем простые петухи. Ха, да. Вот и компрессор. Скорее, едем обратно, чтобы отдать его Синдии! Синди лучшая! Она так старается! Чуть ли не из-под земли достает нам редкие запчасти! Мило с ее стороны. Мы, наверное, и правда нравимся. Не столько мы, сколько наша регалия. Так, ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи! Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует...